приветствую подписчиков а также гостей на моем канале очередное видео хочу предложить вашему вниманию обзор достаточно редкого скажем так наших краях газового пистолета ford 12g ну собственно почему редкого вообще пистолеты газовые пистолеты которые выполнены полностью из оружейной стали как данный конкретный образец это достаточно большая редкость вообще в наших краях это редкость вдвойне собственно модели которые выполнены вообще стальными могут быть газовыми их можно пересчитать по пальцам экземпляр газового пистолета ford 12g это вообще можно уже считать раритетом потому как выпускались подобные очень очень недолгое время вот собственно выпускались они с до всего один год по моему с 1999 по 2000 вот и выпущенное было совсем немного с каждым годом больше их не становится становится только меньше на то есть свои причины я чуть попозже объясню и стоит подобная вещица достаточно больших денег в моем случае мне безумно повезло на самом деле я выхватил этот образец по достаточно скромной цене конечно состояние его было далеко от идеала вот если интересно я сейчас могу вставить в это видео несколько фотографий примерно вот таким образом пистолет выглядел до того как попал ко мне и не был приведен в более-менее божеское состояние ну не будем отвлекаться от сам пистолет это скажем так точная копия выполненная на том же самом оружейном заводе на том же самой поточной линии что и выпускаются боевые аналоги то есть собственно ford 12 в калибре 9 на 18 pm который стоит на данный момент стоит на вооружении нашей армии и полиции вот что и травматические варианты этого пистолета которые пожалуй являются самым распространенным травматическим пистолетом в украине вот и я честно говоря даже не могу точно сказать вообще самые самые первые серии газового пистолета ford 12g есть такое мнение что они как бы выполнялись переделкой из боевых образцов в газовые то есть собственно только заменой ствола с боевого на газовый не знаю конкретно мой образец является переделка из боевого или это уже новосозданный образец который изначально создавался либо как травматический либо прямо как газовый точно сказать не могу вот но самые самые первые образцы считаются самыми лучшими вообще и у боевых аналогов и у резинострельных потому как также есть такое мнение с точностью утверждать не могу но первые образцы делались из методом ковки и фрезеровки а уже последующие более поздние выполнялись методом точного литья под давлением в пресс форму каким является конкретно этот образец сожалению у меня нет информации но в принципе меня устраивает и такой выглядит все это дело вот так согласитесь по сравнению с тем каким он был ну как можно было судить по фотографиям сейчас он выглядит значительно лучше был полностью отшлифован и заново покрыт воронением то каждой мельчайшей детали теперь он выглядит как новенький приятно держать в руках вот пистолет попал ко мне полностью комплектным поставляется все это дело ну я не знаю как насчет боевых аналогов но резинострельные тегу в те годы когда выпускался именно этот образец поставлялись именно так такую самую с простенькой картонной коробочке вот в комплект входит протирка зачем она честно говоря в газовом пистолете представить не могу ну входит вот насадка для стрельбы сигнальными ракетами тоже по моему абсолютно бесполезная вещица потому как нарыть эти ракеты практически невозможно да и толку-то от них ну по моему сугубо личного мнению мало но есть шла в комплекте ну и собственно инструкция по эксплуатации пистолет газовый ford 12g керевництво за эксплуатацией то есть ну пистолеты газовый ford 12g руководство по эксплуатации мвс украины вот ничего тут ну собственно такого полезного тут понятное дело устройство самого пистолета гарантийные талоны единственное что полезное инфо из информации которую можно почерпнуть из этого документа вот то что он был выпущен и законсервирован 8 декабря 2000 года то есть точно могу знать каких годов именно это также комплекте от предыдущего хозяина у меня мне досталась целая куча пружин возвратных я знаю зачем они могут пригодиться но в данном конкретном случае они абсолютно бесполезны на то есть свои причины я тоже чуть попозже объясню и еще это как бы не штатный комплект что пружины они были докуплены отдельно предыдущим хозяином что вот это вот штуковина это она была произведена сделана на заказ предыдущим хозяином и предназначается для того чтобы вернуть его так вот стволик со стороны дульного среза ну в общем вот этот дульный срез приобретает такую я не знаю какую-то более приятный вид что ли не знаю это бзык предыдущего хозяина честно говоря мне и так неплохо я и абсолютно не пользуюсь вот все это убираем сторону переходим самому пистолет в принципе все то что я сейчас буду рассказывать и показывать можно отнести как к как газовой версии этого пистолета точно так же как и боевой потому что разница тут вообще практически минимальная только в одном стволе и все все остальное точно такой же как в боевом аналоге и травматической версии потому что опять-таки поясню разница только в стволе да и тот ствол который стоит здесь конкретно с травматической версией там имеет очень очень небольшое различие об этом я сейчас тоже объясню и так собственно сам пистолет является пистолетом курковым двойного действия то есть можно стрелять как предварительно взведя курок так и сама взводом спуск спуск вообще в пистолете ford да так как я до этого являлся владельцем газового пистолета макарова то есть его газовой версии виде из 79 8 калибре 8 миллиметров и как-то уже привык к этому какому-то такому длинному деревянному спуску здесь все как бы значительно поприятней сам сам спусковой крючок он здесь более такой массивный и удобный хотя ручка на самом деле эргономика у пистолета ford как по мне так поприятней чем у пистолета макарова но это субъективное мнение на самом деле может кто-то со мной может не согласиться спуск спуск здесь имеет небольшой свободный ход буквально миллиметр может быть два от силы а то и полтора и после этого такой не очень тугой и предсказуемый спуск понятное дело все это расписывать спуске какой спуск газовом пистолете это тоже наверное мой бзык ну так как мы говорим о том что аналогичная же система полностью аналогичная и на резинострельных и на боевых аналогов поэтому как бы на этом тоже можно остановиться сразу пистолет разрядим ну точнее я то знаю что пистолет находился полностью в разряженном состоянии надо было наверное для соблюдения техники безопасности опять таки все это на видео показать ну тут уж моя промашка но на самом деле я по нескольку раз проверяю свое оружие прежде чем начинать из него снимать с ним обзоры поэтому я уверен в том что пистолет безопасен еще раз проверим все это дело патроник пустой предохранитель предохранитель здесь флажковый работает следующим образом при включенном предохранителе который в принципе можно включить и тогда когда пистолет полностью взведен он во первых блокирует спусковой крючок а во вторых не дает двигаться раме то есть это позволяет в принципе позволяет носить патрон в патроннике и при нахождении пистолета во взведенном положении для производства выстрела достаточно просто опустить плашкового предохранителя и нажать на спуск все вы выстрелили если пистолет находится вот в таком полностью разряженном состоянии включенный предохранитель опять таки не дает нажать на спусковой крючок то есть ну как бы он нажимается но только вот так и все это максимум и блокирует затвор не дает производить с ним никаких действий пистолет полностью опять таки повторюсь выполнен из оружейной стали это очень хорошо он достаточно тяжелый честно говоря не помню точно и характеристики веса его тоже тяжелее чем пистолет макарова вот но точнее сказать честно говоря не могу кому интересно я дам ссылочку в описании под видео там будут все тактико технические характеристики сейчас не мерить его высоту ширину вес длину все эти дела не затягивать и без того длинное видео не у меня получаются из всего пистолет полностью железные опять таки стальной единственная здесь не стальная деталь это накладки рукоятки они выполнены из пластика просто пластика скорее всего никакой здесь не ударопрочный такая в стиле браунинг хай пауэр накладка сплошная как то так значит магазин магазин вмещает себя на самом деле вмещает он в себя 15 патронов ну мне удалось сюда запихнуть 15 патронов но это было очень тяжело последний патрон туда еле залез честно говоря наверное даже будут проблемы с работой если сюда запихнуть все 15 может просто пружина еще не просаженная и не очень тяжело было запихнуть сюда именно 15 патронов на данный момент здесь находится 14 патронов в принципе 14 сюда за запихнуть достаточно просто вот здесь есть на магазине есть индикационные отверстия вот в этом отверстии видны 4 патрона в этом отверстии видны 8 патронов в этом отверстии 13 патронов вот ну и плюс еще один можно запихнуть будет 14 магазин тоже полностью стальной причем он полностью стальной и это именно боевая версия магазина то есть вот как видите здесь еще остается немножко места вот промежуток вот такой вот и сюда без проблем влазят я пробовал очень просто сейчас нет под рукой макета патрона 9 на 18 pm они сюда влазят то есть магазин от боевой версии значит 14 патронов стандарт ну чтоб сильно пружину не про не просаживать я например нашу 12 патронов об этом поговорили кстати достаточно большой удачей было то что вместе с этим пистолетом от предыдущего владельца мне досталось еще и 24 иностранных газовых патронов это тоже на самом деле в украине достаточно большая редкость потому как и стоят они дорого и найти их очень непросто вот переходим далее пистолет разбирается штатно также как и боевой аналог также как травматический вот некоторые советуют использовать для этого для разборки пистолета протирку которая идет комплекте в принципе можно использовать пяточку магазина вот так поддевать но я честно говоря для разборки пистолета использую свою методику не просто жалко он только недавно покрыт новым воронением но все блестит здесь нет нигде ни царапинки не заусенца и ковырять его какими-то металлическими скажем так предметами сдирать нового ранения мне просто жалко я делаю следующим образом для того чтобы разобрать пистолет нужно вот отсюда выдавить затворную задержку и вытащить ее вот отсюда но когда пистолет находится в сборе и затворная задержка под поддавлена вот с этой стороны возвратной пружины и направляющей возвратной пружины и и как бы выдавить просто так пальцем достаточно непросто вот я сделаю следующим образом немножко вот так вот отодвигаю затвор назад берусь вот здесь за направляющую возвратной пружины вот так ее отодвигаю после этого затворная задержка без проблем вот с этой стороны пальцем поддавливается а с этой стороны извините пришлось немножко прерваться вытер руки от оружейного масла потому что скользили по затворной задержке и как всегда, когда все это делаешь сам и без вопросов то как-то все оно получается только начинаешь делать на видео блеснуть своим умением и познанием и тут же начинаются какие-то проблемы и так, вот таким вот образом отжимал я направляющую возвратной пружины после чего затворная задержка в принципе унимается без каких проблем просто честно, были руки в масле и пальцы соскальзывали с затворной задержки вот и затвор после этого снимается точно так же аналогично как и в пистолете Макарова то есть оттягиваем его немножечко назад вот поднимаем над направляющими и снимаем по слову вперед вот собственно и вся неполная разборка пистолета направляющая с возвратной пружиной затвор и собственно рамка пистолета с наглухо закрепленным на ней стволом значит чем отличается собственно газовая версия пистолета от травматической и боевой отличие только в стволике отличие какое здесь ну как бы как я предполагаю в данном конкретном варианте используется стволик от для предназначенной для травматической версии пистолета и все его отличие от того что стоит здесь в том что вот здесь со стороны дульного среза нарезана резьба резьба М10 шагом 1 и после этого внутрь ствола была вкручена заглушка с вот таким вот дроссельным примерно 3 мм отверстием для того чтобы во первых работала автоматика на газовых и холостых патронах а во вторых для того чтобы исключить возможность стрельбы из этого стволика какими-нибудь патронами с снарядом с металлами еще ненадолго прервался потому как неожиданно закончилась память на карточке итак остановились мы на том что на на конструкции ствола вот вот эта заглушка просто закручивалась сюда всю то есть изначально было задумано так же и так точно так же выпускалась естественно все очень быстро сообразили что из этого пистолета который на самом деле выполнен из оружейной стали вот и абсолютно ничем не отличается от своего боевого аналога можно без проблем стрелять патронами с резиновой пулей вот то есть собственно приобретая газовый пистолет вы тут же получаете травматический но во первых это запрещено законодательством это как бы каким-то загадочным образом все это дело выпускалось и продавалось но тем не менее если вы попадались с выкрученной заглушкой и с патронами с резиновой пулей в магазине то это в принципе влекло за собой уголовную ответственность потому как автоматически выяснялось что вы несанкционированно вмешались в конструкцию этого пистолета переделали его под нестандартный короткоствольный огнестрельный пистолет вот вот именно поэтому из-за вот этих его возможностей трансформации из газового в травматический именно этот пистолет был в свое время очень достаточно лакомым кусочком для любителей оружия потому как у нас вообще травматическое оружие можно получить далеко не всем гражданам вот но бдительные органы естественно очень быстро пронюхали о подобной возможности подобной метаморфозы именно у данного конкретного образца и уже в моем случае эта лавочка закрылась сейчас объясню в чем дело здесь но до этого еще вернусь немножко к стволу почему можно из него стрелять без вопросов резиновой пулей было потому что в принципе резьба с заглушкой здесь только на 20 мм от дульного среза а дальше идет стандартный канал для травматических пистолетов этой марки форт 12 6 мм вот но в моем данном конкретно моем случае лавочка по возможностям стрельбы резиновой пулей была уже прикрыта у предыдущего хозяина при перерегистрации этого пистолета на меня меня потребованием разрешительной системы было то что вооруженной мастерской мне нужно было сделать так чтобы эта заглушка которая здесь стоит и исключает возможность стрельбы твердыми предметами было установлено здесь наглухо без возможности ее отсюда снять вооруженной мастерской мне усадили на какой-то хитрый клей я не знаю то ли эпоксидный то ли еще какой-то но в общем который схватывается там даже железо железом схватывается намертво и после чего шлиц под отвертку вот с этой стороны которая она сюда закручивалась он был удален фрезой то есть заглушка с обоих сторон теперь стала гладкой и ее ничем не зацепишь она усажена на какой-то хитрый клей и при этом еще и по-моему она каленая то есть ее оттуда не высверлишь то есть в данном конкретном случае это именно стопроцентный газовый пистолет вот ну что тем не менее как бы не уменьшает его скажем так я не знаю коллекционно-собирательской ценности потому как пистолет достаточно редкий больше их не становится вот и обладать такой вещью это достаточно большая удача именно поэтому вот я возвращусь к этому вопросу именно поэтому здесь вот целый комплект вот этих вот пружин усиленные пружины для травматических пистолетов видимо еще когда-то когда он мог стрелять резиновой пулей вот они бы пригодились теперь это ну как бы они абсолютно не нужны потому что здесь на самом деле хватает одной вот этой вот единственной самой слабенькой пружинки стандартной для стрельбы газовыми патронами вот собственно собирается пистолет в обратном порядке вот ставится на место направляющая с возвратной пружиной одевается затвор что у меня сегодня какой-то косоручие на меня нашло все никак не могу вот а все вот так возвращаем назад после чего опять же таким стандартным методом ставим на место затворную задержку как-то так вот вот собственно все что хотел рассказать об этом пистолете в принципе я рассказал оставайтесь на канале со временем буду из него стрелять чтобы посмотреть потому опять-таки он появился мне недавно я сразу же занялся тем что начал приводить его в более-менее божеское внешнее состояние все-таки все никак руки не доходят из него банально выйти пострелять то есть я из него там выстрелил два или три раза проверил что все работает на этом все закончилось вот то есть со временем все равно будет видео с отстрелом постреляю из него разными патрончиками посмотрю как работает может там что-нибудь подклинивает не дай бог а может все работает нормально спасибо большое вам за просмотр если вам было интересно нажимайте пальцы вверх если было неинтересно ну что ж ставьте негативные отметки буду рад вашим комментариям я прощаюсь с вами и до встречи в следующих видео